История стритфуда уходит корнями в Древний Рим, когда горожане не готовили еду дома, а покупали ее в специально обустроенных местах на улицах. Сегодня стритфуд разросся в такое широкое культурное явление, что иногда для туристов важнее попробовать то, что продается на улице, а уже затем посетить местные достопримечательности. В Ульяновске традицию вкусно поесть на улице решили объединить с качественным звучанием и провести первый в регионе фестиваль еды и музыки два в одном. План проведения фестиваля зрел три года. Сегодня долгожданный дебют. Японская, корейская, американская, русская кухни, мороженое, гриль, большой выбор напитков. Подготовительная работа заняла три месяца. Казалось бы, организация фестиваля, что нового для нас, для опытных организаторов, но тем не менее это большая ответственность, очень много подводных камней, очень огромное количество людей, персонал задействовано в проекте, которых не видно. Это порядка ста человек, которые готовят на разных этапах проекта. Наша основная цель, если мы говорим про ресторацию, это культура питания, которая нам хотелось бы, чтобы развивалась. Это привлечение внимания к себе, потому что мы очень хотим, чтобы гости о нас знали, о нас не забывали, может быть. Это в любом случае часть какого-то городского события, потому что нам скучно внутри ресторанов. Ни участникам, ни гостям скучать не пришлось. Девять часов вкусного звучания фестиваля, интерактивные площадки, мастер-классы и игры для самых маленьких. Наконец-то Ульяновск дошел до таких фестивалей, что они идут как раз-таки снизу от инициативных жителей, от инициативных горожан. Не только управление культуры города делает фестивали теперь, но и сами горожане предлагают свои такие подобные форматы. Мне кажется, что они вообще востребованы в городе. Буквально с первого старта фестиваль получился межрегиональным. Рестораторы из Казани охотно откликнулись на предложение поучаствовать, расположив свои точки по соседству с местными метрами кухни. Почему мы приехали сюда? Решили поддержать этот проект, слышали то, что это проходит впервые. Мы на самом деле просто сами когда-нибудь по фестивалям также в Москву ездили, в Казани всегда участвовали. У нас есть вкусный Казань, гриль-фест и так далее, open space market. Мы всегда там участвуем, и нам это нравится, и приехали сюда поддержать, и думаем, что здесь это будет расти и набирать обороты все больше и больше. Наш новый проект – ресторан-клуб с честными ценами, мы его так называем. Вот решили двинуть сегодня здесь этот проект. Сегодня прям по суперчестным ценам наша русская кухня, современный взгляд на русскую кухню. Погода помогла. Музыка – дополнительный катализатор интереса горожан к площадкам фестиваля. Восемь ульяновских команд, в том числе симфонический оркестр губернаторский, сделали праздник еще более аппетитным. Когда хорошая музыка и хорошая еда, это все хорошо. Хорошо, прикольно. Вы с семьей пришли? Да. Что вы уже попробовали? Мы попробовали мясо, мясо и мясо. Соки, коктейли, лимонады, сыры, кстати, классные. Очень интересные кафе, рестораны. Хочется попробовать у каждого и все. Есть рестораны, в которые очень любим ходить, с всей семьей, поэтому будем обязательно пробовать. Потребитель-посетитель доволен, а значит, поставленная цель достигнута. В планах, разумеется, продолжать начатое, расширять площадку, привлекать все новых участников и приглашать еще больше гостей. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова